Дмитрий Попушай Дмитрий Попушай Дмитрий Попушай Дмитрий Попушай Дмитрий Попушай раскрывается по городу и области вот как правило осуществляется эти кражи лицами которые приехали к нам из других областей вот и у них всегда есть возможность совершить несколько преступлений и обратно быть вот оставшись на какое-то время может быть даже безнаказанным вашим отделом ведется какая-то профилактическая работа на постоянной основе проводится профилактическая работа по общению с населением распространению агитационных материалов печатной продукции вот значит в частном секторе проводится работа производится встреча с тсж вот который в свою очередь общаются с собственниками разъясняя им позицию как бы внедрится на охраны необходимости охраны что в каких что в каких рамках и на основании чего вообще все это происходит на принцип нашей работы вот потому что как бы со всеми встретиться не иногда не представляется возможным а вот через тсж как бы на общих собраниях вся эта информация тоже доводится кроме того производится уже отработка квартирных краж по сводкам который проходит у нас по городу рязани да то есть если произошло такое происшествие до сотрудники нашего отдела выезжает по месту и уже непосредственно с потерпевшими с ихними соседями проводят работу то есть рассказывает поясняет объясняет что им нужно сделать для постановки квартиры под охрану и общее положение вот описывают наши работы какие-то новые услуги появляются у вас да на данный момент у нас появилась возможность использовать мобильную кнопку экстренного вызова наряда полиции что это из себя представляет мобильная кнопка представляет из себя ваш собственный телефон которую находится у вас на руках и находясь дома вы можете ей воспользоваться то есть тревожная кнопочка на вашем телефоне она привязана к адресу в чем большой плюс большой плюс что не нужно устанавливать дополнительную аппаратуру не нужно тратить денег собственно говоря не нужно ничего кроме вашего сотового телефона и положительного баланса на счете чтобы можно было осуществить вызов на заранее запрограммированный номер очень важно это для людей которые находятся как сказать в зоне социального риска это у нас бабушки дедушки ветераны наши дети которые днем находятся дома как правило под видом работников каких-то структур до жкл там газовщиков пенсионный пенсионный фонд социальных каких-то до служб заходит в подъезд правонарушителей представляется и соответственно отвлекая внимание происходит как правило воровство грабеж ну какие-то противоправные действия вот чтобы если даже человек пустил домой да но понял немного что наверное это все-таки люди какие-то аферисты да возможно аферисты ничего страшного телефон находится в руках он никуда не идет он не бежит потихонечку зажимает одну клавишу и происходит вызов наряда полиции то есть какое-то наставление сейчас можете жителям рязани ну наставление хотелось бы сказать в любых случаях при любых отъездах уездах и оставление своего жилища даже никогда не держите свои материальные средства значит в доступных местах вот в очевидных местах для преступников то есть все преступники они прекрасно знают и понимают и эти места всегда там шкаф какой-то там где-то тумбочка где-то что-то еще то есть материальные ценности свои нужно хранить и убирать в отведенные места лучше чтобы это был какой-нибудь небольшой даже сейфик вот ничего страшного сейфик шкафу прикручены никто его не видит не знает но вы свою очередь и потому что кражи как правило происходит на рывок то есть человек заходит ему требуется 35 минут чтобы все это спокойненько вычтить и закрывая дверь и уходит в общем то так значит по рекомендациям ну опять же да если есть надежда на соседи если есть такие адекватные и ответственные люди можно к ним обратиться чтобы они приглядывали какое-то время ну в идеале конечно вот охрана не бывает лишней охрана не бывает много и безопасность своего имущества даже спокойствие для себя она всегда дороже вот поэтому если уж органы внутренних дел в лице вот нашего подразделения занимается охраной объектов вот приходите пожалуйста мы всегда вам расскажем покажем и с удовольствием будем с вами сотрудничать дальнейшем охраняя ваше имущество вы какую работу ведете по частным учреждениям по образовательным учреждениям и так далее в данный момент нами рассылается письма проводятся работы с ректорами директорами образовательных учреждений по по тем направлениям связанных которые связаны с безопасностью объекта то есть с анти террористической защищенностью так как эти объекты как правило с массовым пребыванием людей то есть учащиеся студенты возможно там какие-то другие учреждения где очередь та же самая сидит и очень серьезные последствия могут быть если произойдет какое-то там правонарушение еще не дай бог террористический акт значит с ними ведется работа и и мы рекомендуем установить у себя во всех корпусах значит во всех под шефных подразделениях кнопки тревожно сигнализации вот экстренного вызова снаряда полиции потому как оперативнее чем мы по данному факту не сработает никто вот пока люди позвонят 02 растерявшись там еще что то там еще что то там то есть вот есть кнопочка произошло происшествие все-таки это люди это во первых еще и дети которые там обучаются их не их не безопасность должна быть всегда на уровне вот им мы рекомендуем проводим плотную работу уже исходя из своих соображений и наличие там средств на установку то есть на оборудование вот это вот то есть какие-то объекты к нам постепенно 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 но приходит вот не все пока к сожалению вот ну надеюсь что до конца года вот мы этот вопрос проработаем вот и все будет у нас в соответствии с нашим законодательством как и должно быть сколько сейчас примерно организации под вашей охраной находится хотя бы в процентах организации у нас да я могу точную цифру назвать сейчас под охраной у нас находится 1129 организаций частных компаний индивидуальных предпринимателей лиц которые занимаются какой-то коммерческой деятельностью насколько доступны услуги такие расценки по гаражу соответствует расценкам по охране квартир вот в зависимости от типа установленного оборудования вот как правило это стоимость равняет 185 рублей в месяц за охрану гаража оборудование оборудование средняя цена варьируется от 20 до 25 тысяч рублей это разовая установка которую рассчитана на 8 лет службы ну если мы переведем скажем на автомобильные шины дату это вот как раз у вас комплект автомобильных шин вот за эту эту которые могут у вас увести поэтому цены адекватные цены абсолютно реальные никаких я считаю здесь завышение не этого нету и как бы ждем только под охрану спасибо большое что пришли к нам в гости за интересную беседу надеемся что сегодня мы кому-то возможно помогли и наставления неплохие да спасибо